Друзья, мы собрали основные вопросы, которые нам задают наши клиенты при подборе винтовых компрессоров, поршневых, да и в целом при подборе компрессоров. И сегодня нам поможет с ответами на эти вопросы собственник бренда Крафт Машина Илья Новиков. Здравствуйте, с удовольствием поможем. Илья, мы часто встречаемся с клиентами, общаемся с ними, и они не могут подобрать компрессор, не знают истинных необходимостей и технических характеристик. И мы собрали какой-то пул часто задаваемых вопросов, хотелось бы сегодня с вами проговорить. И начать хотелось бы с того, но самый основной вопрос это, какой тип компрессора наиболее подходит для моих потребностей. Потому что компрессоров много, они поршневые, винтовые. И как мне, как собственнику какого-то предприятия, определиться, какой же все-таки компрессор мне подходит. Да, благодарю Илья. Спасибо за столик развернутый вопрос. Всегда смотреть нужно на потребности своего потребителя, да, то есть это может быть какой-то маленький потребитель, это может быть большая конвейерная линия. И от этого отталкиваться. То есть у каждого поставляемого оборудования есть паспорт. В паспорте есть страничка, в которой указывается давление и производительность. Исходя из этого, можно уже будет подбирать оборудование, которое будет как минимум плюс 20-30%, которое будет иметь запас мощности. Ну и конечно же смотреть нужно на регулирование, если это стопроцентное потребление, то это один компрессор. Если это плавное регулирование, да, то есть он может уходить в 50%, в 30% своей потребительности, способности. То нужно будет смотреть на сам компрессор, потому что от этого будет зависеть и работоспособность самого компрессора, экономия электроэнергии. И дополнительные аксессуары, такие как ресивера, которые также следуют резервуарами, которые наполняют сжатый воздух, стабилизируют давление. Что является на срок жизни самого потребителя, который вы используете. То есть первое, чем надо определиться, насколько я понял, это какая потребляемость нам необходима от нашего оборудования, да, сколько, какой расход воздуха. Исходя из этого мы можем продвинуться дальше, да? Да. А при каких случаях мы можем определить, например, что нам необходим винтовой компрессор? Ну вообще сейчас, мне кажется, винтовой компрессор нужен уж и всем. Время поршневых компрессоров чуточку ушло назад. Конечно же, есть стартаперы, которые только открывают предприятия, ну такие как, может быть, небольшие автомастерские, да, там автосервисы. Ну попробовать можно, конечно же, на поршневом пойдет ли, в нужном месте там расположение автосервиса, какой-то небольшой мастерской, машиномонтажа. Ну зачастую люди, когда берут сразу компрессор, они заранее, ну как говорится, скупой платят дважды. То есть как минимум компрессор, он окупает себя в сроке службы, да, то есть у поршневого компрессора по режиму загрузки он может работать только там час работы, час отдыхая. Да, так у него ребра жесткости нагреваются, да, там расширяется голова, теряется производительность, потом болит голова у собственника, который его купил. С винтовым компрессором такого нет, ты сразу покупаешь, и тем более сейчас доступны уже цены настолько, что соотношение винтового компрессора по соотношению к поршневому цена практически одинаковая. Если изначально задуматься, ну в одном помещении, где работают люди, есть допуски, да, где шум должен не превышать определенный количественный децибел. С винтовым компрессором такого не происходит, ну он чуть шумнее, чем холодильник, который у нас стоит у каждого на кухне. Ну и исходя уже из этого можно отталкиваться на сколько плюсов, да, то есть срок жизни, комфорт, удобство, экономия электроэнергии, да, вот, ну, поршневого компрессора эти функции отсутствуют. Понятно, хорошо, если мы определились с производительностью, то сейчас задаваем вопрос, дальше это давление. Какое рабочее давление требуется для моего применения? Здесь есть какие-то вот лайфхаки для... Да, конечно, хороший вопрос. Обязательно нужно обращать внимание на давление, потому что если подобрать хорошее производительство, но не будет хватать давления, то оборудование будет работать нужным образом. То есть есть, если взять там пневмоинструмент, у пневмоинструмента, допустим, давление должно быть 6,5 бар, а компрессор там выдает там 6 бар. Или же наоборот, там, да, компрессор там 10-ти барный, а должно быть давление 6, то, опять же, пагубно повлияет на сам инструмент, потому что если на инструмент подавать большее давление, у него внутри будет механизм, соответственно, изнашивается гораздо быстрее. И это не будет говорить о том, что плохой компрессор или плохой инструмент, просто неправильно подобран оборудование, что является основополагающим фактором, фундаментальным. Соответственно, у нас, получается, две характеристики такие основные, да, это производительность и давление. Да. Более того, они должны быть взаимозависимы. Обязательно. Производительность и давление – это то, от чего вообще начинается путь в подборе, наверное, нашего компрессора. 100%. Хорошо, а вот еще интересный вопрос, каковы требования к качеству сжатого воздуха? Я так понимаю, что винтовые компрессоры, ну и в целом компрессоры используются в разных индустриях, и там, видимо, есть разница по качеству воздуха, который используется для производства. Конечно. Если у потребителя есть требования по сжатому воздуху, оно отражается в его паспорте, который поставляется вместе с накладными, приобретаемыми у поставщика. То есть, как это выглядит, даже если пневмоинструмент имеет внутри свое смазающую охлаждающую жидкость, да, то бишь масло, оно является разными вязкостями, которые выходят из компрессора и находятся в пневмоинструментах. Зачастую люди думают, что ну там же тоже масло выходит, оно и смажет по дороге. Но эти масла имеют совершенно разную вязкость, и, соответственно, инструмент тоже выходит раньше времени из строя. Хотя и инструмент может быть хорошим, и компрессор может быть хорошим. Исходя из этого, нужно обязательно знакомиться с инструкцией по эксплуатации, и тогда будет понятно, что, например, там столько-то миллиграмм на кубический метр допускается на такой-то объем потребителя. Если не допускается, то ставится определенная фильтрация, которая также у нас имеется, магистральный фильтр называется. И также точка росы. Если будет воздух выходить с влагой, где не допускается влага, то, конечно же, будет выходить либо сам продукт из строя, который производит какой-то продукт, либо будет ли это металлическое изделие или продуктовое, химическое, фармацевтическое, то он не будет иметь тех характеристик, которые должны быть на выходе у отдела контроля качества. Получается, тогда у нас появляется третья характеристика, которая довольно тоже важная получается. Если мы определились с производительностью давления, дальше можно разобраться с качеством. Конечно. Чтобы впоследствии оборудование не пострадало, либо в целом в производстве, если требуется воздух какого-то определенного качества, это тоже нужно сразу закладывать. Да. Какие источники энергопитания? Доступны напряжения, фазы какие? То есть, есть какая-то здесь универсальная вещь, либо, например, у винтовых это одни, там, 380? Ну, зачастую используются 380. Да, есть исполнение на 10 и 20 вольтах, да, но это прям отдельная линейка, она очень мало распространенная. Ну, бывает, когда вот просто нужен мобильный для каких-то стационарных работ, может быть, это какие-то краскопульты, пескостройки, ну, там, в каких-то жилых квартирных домах, где просто розетку воткнул. Ну, это спецополнение тоже имеется. Зачастую во всех производствах, во всех автомастерских есть 380 напряжений. Что нужно для того, чтобы понимать, какое нужно напряжение, ну, а понять вообще, где ты его будешь эксплуатировать, само оборудование, да, стационарно ли это, мобильно ли это будет, да, ну, и подготовить все для того, чтобы компрессор успешно был запущен, да, как минимум пригласить электрика, который может установить автомат, сечение правильного кабеля, кабельный канал, в котором будет защищение. Ну, и проверить стабильность напряжения, что немаловажно для работоспособности самого компрессора и безопасности самого производственного цеха. Это вот хорошо развернули, потому что зачастую есть вопросы потом по запуску оборудования. И я так понимаю, что лучше при запуске все-таки пригласить профессионального электрика, чтобы не было никаких непредвиденных ситуаций. Говорю из опыта, да. Это очень важно, это надо прям зафиксировать. Какие размеры и вес компрессора допустимы для моего помещения? Есть ли какие-то ограничения, что нужно учесть, если я планирую покупать себе компрессор с точки зрения того, где я его буду размещать? Конечно. Первоеочередно, опять же, возвращаемся к инструкции по эксплуатации, которая находится в самом компрессоре в каждой поставке. В нем написано, какой у него стоит вес, мы понимаем, в какое место мы хотим установить у себя в помещении. Главное для компрессора – это прочность пола, который выдерживает его вес, и, соответственно, ровность, чтобы она была по уровню в ровной поверхности. И если это первоначально фундамент, залитый, как говорится, на первом этаже, то никогда проблем никаких не возникает. Если это ровный пол, залитый, как бы, хорошей марки бетона, то он спокойно стоит и работает. Ну, конечно, будет огромным плюсом, если позаботиться дополнительно о компрессоре, да, поставить небольшую прорезиненную подошву. Это дополнительно сгасит его вибрации и продолжит его срок службы. Выйдет это совершенно в копейки, а срок службы продлит намного-много лет еще больше. То есть, если я правильно понял, от того, как будет, где будет храниться, где будет, собственно говоря, работать с винтовой компрессор, зависит его срок службы. Однозначно. А есть какие-то обязательные вещи, которые стоит выполнять при обслуживании компрессора, ежедневно или ежемесячно, поддержание его в чистоте, либо недопуска, чтобы его захламляли и так далее. Вот такие прям из опыта, то, что останавливает линию. Да, если мы закончим про вибрационную подушку, которая находится, мы можем поставить для компрессора, да, это не обязательный порядок, но это желательно, да, так же, как мы ухаживаем. Конечно, у самого винтового блока, у электродвигателя есть свои родные штатные виброподушки, которые гасят вибрацию. Но помимо этого есть сама вентиляция, которая выходит в теплый воздух, да, ее нужно удалять из помещения, чтобы компрессор не нагревался. Если это помещение достаточно большое, есть расчеты, которые могут позволять делать так называемую рекуперацию тепла, да, в летний период времени это можно выделять в цех, в холодный период, в холодное время это можно выделять в цех, в горячее, теплое время можно уже удалять его на улице. Ну, это можно сделать по датчику, можно сделать ручным шабером, да, в зависимости от... Ну, как делается, советую всегда делать все автоматически, удалять, убирать человеческий фактор. Также при точной вентиляции, которая всасывается в сам компрессор, здесь есть вход специально для воздуха, она тоже должна быть уличной, потому что цеха бывает разная, они бывают пылезапаленности, да, там цементное производство, в общем, много разных производств, которые при правильной установке продлят срок жизни компрессору, да, и забудут абсолютно про вопросы ремонта сервиса, неожиданного простоя. Это касающе компрессора, ну, и, конечно, своевременное обслуживание сервиса, это, что очень мало важно, одно из самых полагающих, которое продлевает срок жизни компрессора на многие-многие годы. Да, согласен. А с точки зрения хранения на улице, можно ли хранить винтовые компрессоры и устанавливать на улице, и на что необходимо обратить внимание при этом? Хороший вопрос, очень правильный. Конечно, компрессор нужно эксплуатировать также по температурным параметрам, которые указаны в инструкции по эксплуатации, да, наши компрессоры, они могут эксплуатироваться от плюс 5 до, там, плюс 35, да, там есть отметка, которую можно достигать и до минус 5, но это смотреть тоже нужно условия, которые будут эксплуатироваться. В инструкции четко написано, при каких условиях, где можно использовать компрессор. Помещение должно быть подготовлено для, как мы говорили, вентиляции, удаления тепла, правильной проводки, да, как бы по кабелю, да, еще немало важно, чтобы сечение трубопровода соответствовало сечению выхода из компрессора, чтобы не было никаких загружений, как бы не было конфликта интересов датчиков, которые установлены у самого компрессора. Хорошо, что мы эту тему тоже затронули. Есть у нас некоторые исполнения, которые используют на улице, но это уже на свою ответственность. Компрессор, конечно же, будет работать и зимой, но срок его службы будет сокращаться, мы все-таки за то, чтобы хорошее оборудование работало долго. Отлично, так, мы уже разобрались, как подобрать, как хранить. Есть, конечно, скажу, есть специальные исполнения уличные, дизельные компрессора, у нас они тоже есть, это специально для улиц. Какие-то дополнительные устройства необходимы для работы винтового компрессора? Это подача силового кабеля, самой пневмолинии, для которой он будет уже подавать воздух на потребителей, да, там проговорили уже про вентиляцию. И специальный прикрепленный человек, который будет ответственно относиться к компрессору, да, с ним посмотреть на дисплей, в котором оказывается, да, там возможны, может быть, ошибки, предупреждения о сервисном интервалах. То есть, ну, достаточно умный компрессор, который будет предупреждать. Ну, в принципе, все. Это достаточно простая и сложная вещь одновременно, если все сделать правильно, то... А сушители, фильтры, возможно, какие-то... Да, конечно, это вот мы, как и говорили выше, то есть, смотреть надо у потребителя, какие есть требования. Это по содержанию пыли, содержание масла, по точке росы. Это скорее уже от задач клиента, то есть, дополнительные устройства, как осушители, фильтры, это зависит от того, какой, что необходимо клиенту, да, его, куда он воздух собирается поставлять, соответственно, от этого и комплектуют. Да, это может быть как плюс 3 точки росы, да, сухой внутри цеха помещения, так и по отношению минус точка росы, как, может быть, через улицу транслируется воздух, чтобы он не образовывал эмульсию водяную. Также и, может быть, технические требования самого потребителя, да, там часто это фармацевтика, часто это пищевка, часто это радиоэлектроника. А вот уже было сказано то, что компрессор сам подсвечивает сервисные периоды, а вот интересно, примерно какие расходы на обслуживание компрессора? И из чего они состоят? Ну, зачастую это не более 5% от стоимости компрессора, в зависимости от мощности и начинки самого компрессора, и, соответственно, гаранитивного периода по самому контракту, потому что можно заключать и дополнительный контракт, и продлевать срок эксплуатации компрессора, да, там, чтобы сервисная служба несла обязательства, и только она имела доступ, только она могла обслуживать оригинальными запасными частями. От этого же будет и складываться сам бюджет. Но, как правило, на сегодняшний день мы провели очень большой и глубокий анализ, у нас самые выгодные предложения по сервисному обслуживанию, именно по расходным материалам. Отлично. А сравнению, например, винтового и, там, поршневого компрессора? С точки зрения, там, обслуживания у него есть какая-то фундаментальная разница, что один более, там, прихотлив, второй менее? У поршневого компрессора будет цена на расходный материал чуть дешевле, да, в этом тоже его, кстати говоря, преимущество у поршневого компрессора. Поршневой компрессор обслуживается, ну, где именно интервал между стандартными ТО чуть проще, да, ну, как бы, понятным причинам. У винтового компрессора просто нужно технически грамотно это знать. Ну, как бы, есть такая услуга, когда гарантийный период заканчивается, да, то есть, обучается уже закрепленный человек, и он это может сопроводить самостоятельно. По цене уже сказал, что винтовой компрессор по обслуживанию будет, ну, чуть-чуть дороже. Ну, мы уже говорили... Циклы у них одинаковые, например, или у винтового больше? У поршневого компрессора чуть будет цикл больше, чем у винтового компрессора, хотя, конечно, некоторые эксплуатируют не совсем по-правильному. Если мы ставим где-то на производство себе винтовой компрессор, например, нам необходимо что-то автоматизировать или иметь доступ к дистанционному управлению, и вообще есть ли оно? Да, конечно, это очень актуально, когда работает предприятие удаленно, да, когда предприятие полностью автоматизирует систему, это может интегрироваться в существую систему, да, то есть, можно заказывать компрессор стандартным дисплеем, самым достаточно простым и понятным. Можно ставить дисплей с удаленным доступом, который будет интегрироваться в существующую сеть, и с передачей сигнала через сим-карту на определенный, там, монитор, телефон. Это помогает удаленно, быстро принимать решение, да, на каком компрессоре проходит и подходит техническое обслуживание, возможно, может быть, есть какие-то вопросы у самого компрессора, который идет вот такое вот сообщение в виде SMS-сообщений, в виде уведомлений. Пожалуйста, такие решения тоже у нас есть и успешно интегрированы по России. Отлично. Ну вот мы как будто бы разобрались, да, как подобрать. У нас часто спрашивают следующий вопрос, и он в целом актуальный. Винтовые компрессоры берут для бизнеса, и бизнесу важно, что после покупки компрессор приехал, линия заработала. Есть ли какая-то проверка перед тем, как отправляют компрессор, да, чтобы мы могли быть спокойны, что мы точно приехало оборудование, оно в срок начнет работать, мы его запустим, поставим линию, и все будет окей? Да, конечно. Каждый компрессор снимается с конвейерной линии, когда он полностью собран, подключается к сети, подключается к пневмолинии, запускается, делаются принудительные ошибки, смотрит на герметизацию, смотрит на температурные режимы, на звуки, снимается вибропараметр. Все это фиксируется в дорожной карте. Если компрессор проходит все проверки, только после этого его уже пломбируют и уже помещают на наш транспортный средств, который уже доставляет до склада. Ну, это так у вас, как я понимаю, или это регламент любого производителя метовых компрессоров, что перед отправкой он должен это сделать? Любой производитель, уважающий себя, должен это делать. Уважающий себя должен сделать, да? Да, я постарался мягко ответить на это. При запуске этого оборудования, при покупке, при встраивании в линии, есть ли какие-то вещи с точки зрения документации, что важно учесть при покупке оборудования? Конечно, каждый компрессор должен иметь сертификаты, все допуски, отвечающие российскому стандарту, который выдается вместе с продажей компрессора. То есть, у каждого компрессора вложены инструкции, в этой инструкции отложено, по какому ГОСТу и имеется ли для него сертификат, сертифицирован ли для российского производства. Прежде чем его отправлять на российский рынок, опять же, уважающие себе предприятия должны иметь такие документы. То есть, их можно запросить. У нас они имеются. Отлично. Тогда, если резюмировать, мы сейчас прошлись по общим таким вопросам. Для того, чтобы нам приобрести себе винтовой компрессор, нам нужно первое, что определиться, задача, которая у нас есть, это наш оборудование, к которому будем подключать производительность и его давление. Потом нужно определиться с качеством жатого воздуха, что это немаловажный фактор. Третье – это источник питания. Собственно говоря, всему оборудованию надо от чего-то работать. Дальше мы двигаемся к тому, где мы все-таки будем использовать. То есть, основные вещи мы определились. Замысел это оборудование. Дальше нам нужно понять, где мы будем его использовать, как мы его будем обслуживать, как мы его будем хранить и как мы дальше его будем обслуживать впоследствии. И убедиться в том, что наше оборудование приедет и запустится сразу. И последний фактор для бюрократов – это то, что все документы есть, можно запускать, линию можно запустить. Да, все верно, Илья. Отлично. Я на самом деле по итогу видео захотелось даже приобрести компрессор. Поэтому спасибо за то, что ответил на наш вопрос. Да, спасибо тебе за профессиональные вопросы. На самом деле они были очень правильными, важными, ценными. Видно, что человек в теме. Очень приятно было с тобой пообщаться. Спасибо.